приветствую дорогие друзья добро пожаловать на канал на мета project меня зовут владимир гросс и сегодня у нас видео не только про музыку но и про политику как следует из названия этого ролика и сразу же скажу что он будет разделен на две части начать про музыку и начать про политику если это можно так назвать может быть это какая-то будет социально-философская история но тут уж что получится получится и кто найдет какой смысл так и будет поэтому первая часть видео про музыку вторая часть про политику тайм-коды будут и мы потихонечку начинаем говорить о том что свершилось свершился релиз нового трека от мэрина мэнсона и так райс дэрэд флаг и новый релиз мэрилин мэнсона вывалил потрясающую композицию и при этом он еще сделал очень неплохой клип по обсуждать наверное нет никакого смысла уже все кому не лень сделали реакты все поговорили об этом все что-то рассказали и я тоже немножко расскажу клип вы посмотрите ссылочка будет в описании наверное потрясающий хороший такой классический клип вообще многие заметили что в мэрилин мэнсон как будто бы вновь вернулся к первым альбомом типа ланчбокса его треком типа fight song и это очень круто и очень здорово на мой субъективный взгляд хотя конечно же звучит все совершенно немножечко по-другому и по-моему даже прикольно даже может быть даже лучше чем это звучало раньше это звучит все так же по старому но все также по новому мэрилин мэнсон не перестает удивлять и это супер классный трек он потрясающе скроен он звучит очень интересный насыщенный при этом достаточно просто и возвращает нас к некой такой постпанковой панковой истории самого мэрилин мэнсона начальные его альбомы когда он еще было по моему the spooky kids with до меня с ними и в общем-то тут ничего наверное добавить невозможно это потрясающе классный трек новый крутой музыкальный звучащий классный клип классический но снятый очень хорошо очень интересно с этими постоянными пробуксовками картинки и так далее подобное короче кто не смотрел клип посмотрите ссылочка будет в описании а кто смотрел вы сами все понимаете мы поговорим про релиз и мне что понравилось понравилось то что мэрилин мэнсон возвращается к темам которые были у него в начальных его работах и это здорово потому что я полагаю что был такой чисто хитрый маркетинговый ход привлечь вновь аудиторию которая и была изначально той самой целевой аудитории то есть подростки и молодежь и здесь тоже поднимается тема тема очевидная в лирике которая идет в этом треке очевидная тема борьбы с буллингом с хулиганами и вот с этим всем что в принципе как раз и поджидает молодежь вот как раз в школьные годы в годы такой средней школы до лет 13 15 когда идет гормональный всякий перестрой у людей когда вот насилие когда жестокость детская а все еще детская но при этом уже может наносить реальный вред потому что одно дело когда жестокие маленькие дети кого-то за что-то будет а другое дело когда это уже подростки которые могут действительно серьезно навредить и я говорю не только о ментальных проблемах но и физических проблемах до тех самых жертв буллинга и здесь мэрн мэнсон показывает своими словами и своим настроем своим боевым таким панковым настроем то что пора отвечать за эти самые буллинговые истории да то есть мы наказываем хулиганов ну это банально можно сказать дословно да типа хулиганом пора получить ответ и именно поэтому данный трек так сильно задел меня с точки зрения политики я аж захотел записать не только обзорчик не только мнение об треке как и таковом но и мои переживания по этому поводу потому что сейчас ситуация интересная происходит в мире и об этом поговорим по второй части а пока вернемся к треку я очень рад что мэрн мэнсон вновь решил обратиться к той самой аудитории ну если мы возьмем первый трек до который вышел совсем недавно который мы тоже обсуждали это с сик и the secrets of the fin в общем-то он был все-таки ориентирован больше на олдов на таких как я кто-то слушает мэрн мэнсона давно и я думаю что именно таким образом мэрн мэнсон как раз таки подогрел сначала нас вновь дал буст своему творчеству чтобы начало появляться все это в реках и так далее и тому подобное обсуждениях там реакта youtube запланили прослушивание три с лишним миллиона почти четыре что очень много для трека за такой небольшой период особенно специфического но собственно творчество мэрн мэнсона не такой уж популярна особенно для артиста который насколько я помню четыре года ничего не делал после вот того что с ним происходило и тут выходит второй трек второй трек где рефлексия про ответный удар хулиганом и так четко попадает попадает в окружающую нас действительность так четко он попадает в наши местные переживания но задается мне что сам мэрн мэнсон в это время рефлексирует совсем на другие темы как известно не так давно его обвинили в разных всяких нехороших штуках и казалось бы движение мету замечательное правильное движение когда жертвы насилия заявляют о том что это произошло наконец-то найдя в себя силы увидев пример в других и начинают говорить об этом начинает поднимать и подсвечивать эту проблематику проблематику насилия как ментального так и физического так и сексуального в том числе и казалось бы движение действительно хорошее это действительно помогает жертвам этого самого насилия скажем так освобождаться от этой темы но мэрн мэнсон как и многие другие например джонни депп тиль лидман и там сколько еще кого мы не знаем за кем мы не следим попали под раздачу под раздачу отмены скажем так под эгидой мету хотя естественно никто ничего доказать не смог и в основном эти ребята попали под удар исключительно из корыстных побуждений тех кто заявлял всякое разное нехорошее ну конкретно в адрес мэрн мэнсона говорились там пошли заявление о том что он там кого-то где-то принуждал к определенным действиям сексуального характера и в общем-то делал это недобровольно ну разумеется тяжбы судебные тяжбы длились долго и мэрн мэнсона хнули ему там все альбомы все это начали лейблы уходить него и так далее и тому подобное ну в общем то же самое что было стилем хотя тили кстати поддержала гораздо более активная аудитория и но видимо что он был такой скажем в последней волне всего этого движения ему было попроще да и рамштайн как-то более менее так жестко отреагировали и начали хоть что-то делать в защиту тиля и там все гораздо более благополучно прошло с мэнсоном же так не прошло на фоне еще и его друг джонни депп попал в примерно те же самые скандалы частью отбился всем привет фанатам на джонни деппа и в общем то я думаю что здесь как раз таки рефлексия мэнсона по поводу того что вот он вот он его пытались отменить он всем все доказал и сейчас наносит ответный удар в том числе треком райс дирек флаг и это потрясный панковый крутой трек периодически услышали на фоне я включал да по 7 секунд с перерывами и тихонечко чтобы не улететь в бы ну и наверное какие-то отрывки трека в плане клипа я тоже вам ставил короче говоря на мой взгляд это потрясная работа это качественный звук это качественно интересная звуковая картинка которая ну раскрывает мэнсона как потрясающего крутого исполнителя и я полагаю что альбом будет бомбовым ждем 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 и вот там-то мы про музыку поговорим гораздо более подробно потому что ну пока то есть только два трека сегодня один пару недель назад был второй и это рановато вдруг это все что он смог выдавить из себя и остальные треки на альбоме будут паршивыми ну камон кого мы обманываем я уверен что мэрд мэнсон сделать все очень очень здорово в общем я очень рад мэнсон классный трек бомбезный очень мне понравился понравился больше и быстрее чем секс секретс и финн хотя тот трек тоже через какое-то количество прослушиваний меня серьезно зацепил и мне кажется потрясающим короче особенно после выхода клипа клип вот вот мэрин мэнсон старых форматов вернулся да я в том видео не говорил про клип потому что я увидел клип позже чем записал видео и выставил а сейчас все случилось наоборот и клипы просто супер крутые ну я тоже там вставлю какой-нибудь отрывочек вы увидите от прошлого трека и может быть какие-то фрагменты музыки тоже буду вставлять ну короче говоря клипы потрясны это прям то что мы ждем от мэрин мэнсон один клип в стиле sweet dreams другой клип в стиле файт сона и классики это очень и очень круто мэрин мэнсон действительно возвращается наш любимый бог музыки наносит тот самый ответный удар и сейчас мы поговорим об ответных ударах начинается модуль про политику ребят все кто хотел послушать мое мнение про музыку мэрин мэнсона можете на этом сворачиваться если вам не интересно моя политика моя мои мои взгляды на политику и на происходящее вокруг на этом можете со мной попрощаться те кто пришел сюда ради политики добро пожаловать в модуль где я буду выражать свой маленький антироссийский манифест и прежде чем мы я начну выражать свое такое антироссийское мнение своим маленький антироссийский манифест не подумайте это не был полноценный кликбейт здесь скорее антитеррористический манифест будет я хочу сказать почему меня трек сподвиг я послушал лирику и она вышла ну трек вышел и лирика они попали в очень острую тему в тему когда после более чем 2 лет войны на украине украина вторглась на российскую территорию и к этому моменту успешно захватывала земли врага и я даже такая мысль появилась когда я слушал первый раз трек я думаю блин как бы так не случилось что данный трек станет негласным гимном происходящего потому что он действительно очень сильно попадает в эту острую крайне острую тему и он действительно показывает как мы здесь все живущие вокруг российской федерации те кто когда-то попадал в поле ссср снг все те кто так или иначе был под влиянием российской федерации тогда еще советской сейчас уже не советской и я подумал как сильно он отражает нашу реакцию на все это на все то как происходит ситуация на фронте и наверное ни для кого не удивление что ситуация достаточно сложная достаточно страшная и ничего хорошего в ней безусловно нет но я заметил как все радуются радуются все те кто как раз таки подвергался этому самому террору со стороны российской федерации но нужно сначала определиться еще и с тем что я русский я русский мои родители русские и корни у меня тоже русские и дети мои будут русскими мне к счастью очень сильно посчастливилось родиться в эстонии и более того уже в свободной эстонии но я не эстоница да я коренной эстоноземелец но я русский мое отношение к россии к современной россии мы говорим да сформировано уже в сознательном возрасте и прошло серьезную трансформацию от желания переехать и жить в рф до понимания того что в текущей реальности государство российская федерация является агрессор мы более того террористом многие наверное неверно толкует мое понимание слова террорист приписываем что-то такое совершенно другое да поэтому я его немножко поясню поясню в том виде в котором я его понимаю террор это же устрашение это попытка запугать кого-либо на и собственно говоря террор это устрашение как силовое так и экономическая так и политическая эта попытка напугать да так чтобы примут запугать объект террора и для этого хороши все способы да если мы говорим о текущей реальности от газового шантажа и организации беспорядков внутри стран до прямых угроз войной ядерным оружием скинуть ядерные бомбы сколько сколько мы последние годы этого всего слышали в адрес там той же великобритании кстати когда премьер-министр тогда еще премьер-министр бывший президент российской федерации угрожает взорвать всех и превратить все в ядерный пепел те же самые нарративы идут по федеральному телевидению то есть государственному да от российской федерации то есть и более того все самое страшное куда более страшно это то что произошло именно что военное вторжение и если в четырнадцатом году кто-то скажет ну что там ну крым добровольно ушел хотя ну под пушками да сложно мне уйти там организовали силу днр так называемое и все это вроде как бы было так более-менее вторжением это назвать нельзя и с этим можно спорить кто-то находит в себе возможность опровергать это все и говорить что действительно вторжение не было что это все добровольно было и так далее и подобное но это неправда уже давно все кто был к этому причастен рассказали и сказали правду и сказали о том что это было все спонсировано подготовлено и вооружено российской федерации и при помощи российской федерации все это вспыхнуло то с 2022 года мы все прекрасно знаем что в феврале произошло полноценное полномасштабное вторжение на территории украины войсками российской федерации и эта война как бы вы ее не называли и вот эта война длится уже 10 лет и только сейчас жертва жертва агрессора начала давать отпор и все это важные аспекты и моего отношения к россии как государству государство которое я без зазрения совести еще в 2022 году в начале назвал террористом и продолжаю открыто так называть российская федерация государства террорист а я был участником беспорядков в городе нарва в 2008 году в эстонии я болел за тех кто устраивал беспорядки в таллине действительно я помню как по сети разбегался ролик где какой-то молодой парень убегает от полиции так удачно что его не может поймать целая толпа полицейских и мы все ему рукоплескали да и в общем то я своими глазами наблюдал как на кремлевские деньги происходят беспорядки я был свидетелем не общался с теми кто участвовал в попытках до развязать беспорядки вот совсем недавно на фоне переноса военных памятников здесь в эстонии как раз после начала войны на украине полномасштабный если мы говорим о двадцатом году году годе вот и у меня есть данные с разных сторон от разных сторон до которые подтверждают участие кремля в организации всех этих акций нацеленных на рожигание вот межнациональные розни и ненависти внутри эстонии есть также данные и скажем информация по поводу латвии что там тоже многие интересные акции про русских с русскими пробегами впрочем всем с наклейками дебильными на машинах тоже спонсировались кремлем в том числе разумеется имеет такой пул информации какой у меня есть и данных я могу полностью доверять и тем слухам и мыслям и словам и информации то есть что приходит нам из латвии например из армении грузии из молдовы и прочих других мест где тоже говорится о том что есть серьезное влияние кремля и серьезное вливание денег со стороны кремля для того чтобы организовать все эти беспорядки что также также формирует мое отношение к стране соседу и когда-то я действительно хотел жить в рф это не секрет я об этом часто рассказываю и я разделял даже ценности владимира путина на и всей этой путинской россии как и многие другие я считал что путин очень крутой президент что он такой классный но где-то начиная с 2010 года мое мнение неуклонно изменялась в обратную сторону сначала сначала просто того что экономика рф совсем не такая как мне казалось как нам ее представляли по телеку потому что да мы тоже смотрели русскоязычный контент естественно и в основном это был российский контент содержащийся на деньги россии вот а потом уже все началось ухудшаться в плане отношения моего к рф это политика которая полностью противоречит моим ценностям я до ковидных времен регулярно посещала россию в основном это был конечно приграничный ивангород и культурная столица питер так как я живу в городе нарва имею серый паспорт пришельца тот самый наземельца лица без гражданства ну короче нет у меня никакого гражданства но у меня за счет этого не было никогда никакой проблемы с серым паспортом посетить россию потому что ну нам не нужна была виза я этим с удовольствием пользовался и в общем то там я активно общался с людьми из тех сфер с которыми мне приходилось сталкиваться это работники сферы отелей отельного бизнеса да это сфера культуры сфера обслуживания я общался с людьми как у них там дела обстоят они мне многое рассказывали я тогда ловил некоторые фейс палмы ну и в общем то это все обсуждалось с реальными людьми с реальными конкретными людьми которые рассказывали реальную конкретную ситуацию в российской федерации в питере в ивангороде и я это все наблюдал своими глазами своими ушами так сказать был а внутри всего этого и конечно же это все влияло на мое отношение к россии как государству и она становилась все хуже хуже и хуже и сейчас я готов выражать такую вот прям стойку антироссийскую позицию казалось бы ну сейчас раскрою побольше да среди моих интернет товарищей огромное число людей прекрасных замечательных которые живут или жили в россии к сожалению к сожалению да мне многим везет рождаться вне россии текущей в общем но я отделяю зерна от плевел и поэтому я четко отделяю людей живущих в россии людей таких как мы русских не очень русских от путинской россии да среди россиян есть немалое количество тех кто поддерживает так или иначе происходящее политику путина и его преступной хунты я даже не знаю какие слова здесь еще можно подобрать а вообще она себя так дискредитировала вот это понятие хунты что как-то даже некомфортно его произносить тем не менее по-другому назвать текущее правительство российской федерации сложно в общем то там увы в россии есть такие люди но еще более печально что там просто огромное огромное количество тех людей кто вынужден вынужден поддерживать или как минимум молчать о своей скажем так противоположной мысли в сторону политики российской федерации и правительства этой самой россии и вынуждена не из-за того что террор родной страны их просто уничтожает они запуганы и террор со стороны правительства и рф направленный на своих собственных граждан имеет какие-то чудовищные обороты и становится все жестче и жестче и происходящее сейчас где дают сроки за 50 долларов пожертвованных на благотворительность в украине в начале в лично 22 года и сроки за комментарии сроки за выход с плакатом я за мир и прочие прочие другие веселые истории в кавычках естественно веселые которые показывают насколько террор машина террора развернута против жителей самой российской федерации к сожалению есть люди которые готовы отвечать готовы протестовать готовы делать что-то но к сожалению большинство из них подвергается насилию со стороны собственного государства репрессиям со стороны собственного государства и в итоге это еще сильнее угнетает и пугает тех кто вынужден поддерживать нет тех оголтелых фанатиков которые готовы рвать на себе рубаху и кричать что россия всех победит хотя уже давно видно совершенно все обратно этому ну не суть важно мне очень обидно за этих людей и мне обидно за страну мне очень обидно что такая вот страна чудесная как российская федерация воспользовалась своими почти безграничными ресурсами и возможностями для того чтобы все бросить к ногам путинской элиты вместо того чтобы создавать действительно сильное и могущественное государство которое бы уважали по-настоящему уважали во всем мире мне очень жаль что сторона русской культуры частью которой я являюсь которую я очень сильно люблю вместо того чтобы развивать эту культуру эту культуру уничтожает ведь россия это как-никак колыбель российской и русской культуре что российская империя что советский союз там много чего было хорошего потрясающего того что нравится мне и того что находит во мне отклик но так выходит что чаще всего это какие-то диссиденты какие-то враги народа разумеется вымышлены сначала советские или имперские теперь федеративные и моя культура русская культура к сожалению уничтожается властями россии и к ней прививается ненависть уже на протяжении многих лет ненависть во всем мире а я люблю русскую культуру я очень ценю русский язык мне нравится множество русских произведений искусства достижения науки технологии я обожаю огромное количество продуктов созданных ребятами из россии и в общем то я прям переживаю по поводу того что огромное количество всего что мне нравится сейчас к сожалению сталкивается с негативом во всем мире и только лишь только лишь из-за того что делает правительство россии а люди все тем не менее вопреки тому что творилось в ссср вопреки тому что творилось в российской федерации и творится сейчас вопреки этому что-то делают и делают потрясающие вещи и очень обидно что у них такие проблемы к счастью очень многие люди которые занимаются культурой наукой и в принципе живут русской культурой в русском пространстве смогли выбраться из российской федерации смогли выехать в европу в америку в другие страны в азию и там продолжают развивать русскую культуру но она все равно деформируется она все равно ассимилируется и перестает быть настолько первобытной и самобытной как культура внутри россии к сожалению сейчас там вся культура направлена на милитаризм на террор на имперскость на какие-то вещи которые уже пережили свое уже должны быть в прошлом но почему-то находятся прямо сейчас прямо здесь и связи с этим страдает огромное количество людей со всех сторон и что самое печальное внутри самой россии страдает огромное огромное количество людей и это видно это заметно не только из-за того что мы видим в интернете или в новостях но и по федеральному телевидению посмотреть передачи которые снимаются на российском тв все эти беременна в 16 все эти мужское женское пусть говорят вот это вот все где происходит какая-то совершенно лютая дичь которая казалось бы невозможна в современных реальных одной из богатейших стран как нам выверяют по крайней мере стороны с богатейшими ресурсами и все происходит сейчас не когда-то там 30 лет назад когда развал совка союза привел к невероятным потрясением каким-то страшным экономическим последствиям не только экономически социальным политическим но почему-то мы здесь прибалтике научились жить с этим и счастливы а почему-то грузия научилась этим жить и счастлива несмотря на то что было с грузии со стороны россии да армения казахстан украина хотела хотела тоже научиться этому и научиться и сейчас она показывает что видимо научилась сопротивляясь этому самому военному вторжению этой агрессии с российской стороны и мы все не хотим быть частью того советского прошлого сейчас в настоящем да мы являемся частью советского прошлого так или иначе и пусть мы были оккупированы мы это латвия эстония литва пусть финны пострадали от этого всего да но мы были частью этого советского прошлого но есть но мы не хотим быть частью советского прошлого сейчас и тем более в будущем мы хотим развиваться мы хотим жить мы хотим быть сами собой эстония хочет быть эстония латвия латвии литва литвой финляндия хочет жить спокойно и и продолжает терроризировать сосед отключая электричество шантажируя газом ресурсами а потом оказывается что когда финляндия сама отключаются от российских ресурсов россия начинает ее упрашивать вернуться обратно пугает сначала швецию и финляндию уничтожением за попытку вступить в нато говоря смотрите что там на украине они хотели в нато вот пусть получают хотя сами в 2008 году тоже хотели в нато но не хотели соблюдать правила и нормы натовских стран да то есть им предложили конечно возьмем вас в нато если вы исправите то то сё то пято десятое но путину тогда это было не нужно совершенно он просто хотел вступить в нато чтобы обезопасить самого себя свое правление свою диктатуру и мы видим сейчас наглядно что он не хотел в нато как в нато он не хотел дружить с европой как дружить с европой он хотел возвращать себе все что можно хапать отбирать забирать и он все время это делал медленно и верно он шел к тому к чему пришел сейчас когда он использовал все методы шантажа газовый шантаж германии электрошантаж финляндии газовый шантаж украины военный шантаж военный террор беспорядки молдова венгрия тоже кстати подвергнутся прямо сейчас подвергается террору хотя конечно они делают вид что это все потому что они так хотят дружить с россией дешевый газ конечно это казахстан это таджикистан это киргизия киргизистан это другие малые народы российской федерации это украина это мы прибалты которых нас хотят просто с 90-х годов сначала жириновский орал давайте мы их всех убьем захватим уничтожим присоединим отхватим заберем спасем потом медведев потом все эти сумасшедшие пропагандисты на федеральных телеканалах и понимаете я сейчас отношусь негативно к россии к текущей россии и я против текущей россии как раз таки по тем причинам что мы подвергаясь этому террору со стороны государства соседа подвергаемся все здесь рядом и вот сейчас когда этот агрессивный сосед этот хулиган как в треке мэрион мэнсона решил что он самый умный и самый сильный напал на небольшое по сравнению с россией государства и начал получать серьезный отпор а сейчас уже получать сдачу и я знаю что и в грузии в казахстане и о многих других местах других странах настоящий праздник печальный грустный но все же праздник праздник что украина смогла показать всему миру что хулиган на самом деле не готов получать отпор что он просто хулиган просто маленький глупый мальчишка который вместо того чтобы показав что он самый сильный как ему казалось наладить отношения с соседями усмирить их да чтобы они не дергались не нервничали и начать дружить как в школе сколько школьных хулиганов в свое время из хулиганов выросли в нормальных людей а сколько из них получили отпор в будущем и с россией случилось то же самое она была хулиганом который всех ставил на место и вместо того чтобы стать хорошим человеком осознав свои ошибки признав свои ошибки исправится вместо этого российская федерация решила что она будет крутыми нереально крутым хулиганом до своего конца и сейчас этот хулиган получает ответочку и разумеется мы все рады мы все выдохнули мы все поняли что действительно этот страшный агрессор не такой уж и страшный что то что говорится по федеральным каналам российской федерации не является правдой мы убеждались в том что они любят фейки много-много раз как и любые другие наверное института пропаганды но мы убедились в том что помимо того что они просто любят фейки они еще и врут сами себе они обманывают сами себя и это то что поставит их на место и мой маленький антироссийский манифест который вы слушаете вот прямо сейчас заключается в том что я против современной россии я открыто заявляю это уже довольно давно а после начала полномасштабной войны я открыто называю россию террористом я против этой страны против этого государства сейчас но мой манифест антироссийский заключается не в том чтобы не любить русских не любить россиян не любить россию в целом мой маленький антироссийский манифест заключается в том что я против текущей россии против той россии которая нападает на соседей терроризирует соседей угрожает Говорит, что их взорвет Я против этой России Я не против той России С которой мы хотели Открыть границы в 13-м году Убрать авизы Я не против той России, которая Создает Яндекс, Тинькофф И многие другие Суперкрутые сервисы Которыми я с удовольствием пользуюсь И к счастью, они все переходят в юрисдикции Вне России Я могу ими продолжать пользоваться Я не против этой России Я против той России Которая есть сейчас Если ужать это все в несколько слов Я против путинской России И здесь Многие могут сказать Да что вы прицепились к этому Путину Почему вы называете ее путинской и так далее и тому подобное Но так уж вышло, что Путин теперь Не имя собственное А именно рицательное Имя, которое показывает собой Обезумевшего от своей Наглости Своей жадности Своего бесстыдства Хулиган И это Путин Путин это как бешеная собака Которая кусает всех Как та самая собака на сене Как та самая собака на сене Она не хочет сама пользоваться данными ей Ну пусть будет богом Ресурсами В первую очередь человеческим, людским ресурсом Так она еще отбирает этот ресурс У других Она не дает житья всем другим Огромная территория Огромные ресурсы Потрясающая культура Невероятный человеческий потенциал И капитал И вместо того, чтобы развивать все это Путин С его, соответственно Государственниками С его элитой Кидает это все в жерло Вулкана Вулкана, который Начинает потихонечку Извергаться Знаете, это как Спящий вулкан Вулкан, в котором Что-то там где-то внутри Бурлит магма И вот какой-то сумасшедший Начинает кидать туда Камни Сначала небольшие В виде маленьких Беспорядков внутри стран Потом покрупнее В виде прямых угроз Некоторым странам Потом еще более крупными В виде газового шантажа Потом покрупнее В виде другого ресурсного Шантажа Потом ядерные угрозы А потом Захват территорий Чужих территорий Типа мирный Но это уже большой улыжник После чего Вместо того, чтобы успокоиться Когда в него полетели Некоторые новые брызги магмы Которые вот-вот вырвутся Он продолжает Закидывать туда еще более Весомые камни Например Начало полномасштабной Войны Прямые угрозы Ядерным оружием Поддержка террористов Начало дружбы С талибами И прочими-прочими группировками С тем же Хамас С Северной Кореей И все это сейчас Вылилось В некоторое извержение Того самого вулкана В который он накидывал Вулкана Который его предупреждал Не стоит так делать И сейчас Курск Ну, Курская область Сократим до Курска Это, конечно, некорректно Но, тем не менее Показывает, что А вот оно, что бывает Когда ты долго и упорно Пытаешься разбудить вулкан Это, знаете, как в начале В начале этих всех событий Нам врали с их российского телевидения О том, что Не будите зверя там Не будите медведя Вон там туда-сюда Так вот Медведи-то будили не мы А вы И мой маленький Манти-манифест российский Говорит о том, что Я против этой России Против той России Которая сама себя Изжила Ну, потому что это факт То, что происходит сейчас Это полное уничтожение Той самой России Путинской России Он сам себя до этого довел И я надеюсь, что Это все закончится Как можно скорее И люди перестанут умирать По крайней мере на войне К сожалению, от нищеты К сожалению, от стресса К сожалению, от внутренних проблем Люди еще не скоро Перестанут умирать На территории Российской Федерации И не только там Ну, ничего не поделать Но хотя бы В ходе военных действий Они перестанут умирать И вот это То, что я хочу нести И буду нести Посредством YouTube ВК Если меня вдруг Не забанят Хотя Боюсь, что забанят Рано или поздно Посредством других Моих проектов Я буду нести Идею о том Что текущая Россия Это не та Россия Которую нужно Любить Но Россия в целом Россияне и русские Это не те Кого стоит ненавидеть Моя философия Немитуизма Заключается в том Что Не стоит в принципе Никого ненавидеть Нужно объединяться Нужно развиваться Нужно расширяться Повышать культурный Скажем так Культурное развитие Повышать культурный потенциал Будущих поколений Развивать культуру Моя парадигма такова Что нужно развиваться Нужно становиться умнее Лучше Сильнее И делать это за счет Объединения И это нам доказывает Эволюция Антропология Говорит о том Что те, кто дружат Те, кто сплочаются Только те добиваются Реального успеха А то, что делает Россия Это ненависть Текущая Россия Это ненависть Это Вот это вот Все Это ужас Это террор Это насилие Это то, что не приводит к хорошим результатам Никогда не приводило Нам уже не раз История показывала Что это не приводит Ни к чему хорошему Но кто-то не может научиться На чужих ошибках И я прекрасно их понимаю Обычно только свои ошибки учат И вот моя философия такова Что нам нужно развиваться Придуманный мной метренессанс Как некоторая парадигма бытия В рамках неметуизма Гласит о том Что необходимо Переступить эту стадию метамодерна В культуре В обществе В социальном развитии Этого культурного общества И возвращаться к некому симбиозу Идеалов модерна И премодерна Идеалов ренессанса Эпохи возрождения Это культура Это гуманизм Это истинность Пусть новая Пусть немножко другая Но она на то И новая Чтобы быть другой И все это должно быть вместе Стремление становиться лучше Стремление Объединяться Стремление К той самой Пресловутой глобализации Кто-то может сказать Что я космополит Или либертарианец Но я просто человек Который хочет Чтобы вокруг меня было Как можно больше Умных Образованных Интересных Культурных И счастливых людей И в мире Где есть такая Россия Не только Россия Но мы живем Поблизости с ней Поэтому Так остро отзывается Именно Она А в наших сердцах И в моем конкретном Потому что я русский И в мире Где такая Россия Существует Придерживаться Моей парадигмы Очень тяжело И я надеюсь Что Станет больше людей Которые Так или иначе Будут Этой парадигмой Придерживаться Я еще не сформировал Не написал Не рассказал Не показал Свою философию Но я ее делаю Потихонечку формирую И вот этот маленький Манифест Антироссийский Это один из первых шагов Продвижения Рассказов И Донесения Моей Мысли Идеи О том Как нужно жить Как нужно существовать В нашем мире И что нужно сделать сейчас Вдохновившись Треком Мэрил Мэнсона Где хулиган Получает отпор От жертв Немножко подзадуматься Когда хулиган Будет поставлен на место Что мы с ним сделаем Поступим так Как поступает он Проявим насилие Нетерпимость Ненависть Или поступим по другому Как самый хороший Самый правильный вариант Снисходительно Но не к тому Что натворил А к тому Что далеко не всегда Хулиган Осознает Почему он так делает Многие хулиганы В жизни Являются лишь Скажем так Отражением Тех самых Внутренних проблем Семейных проблем Проблем Насилия внутри И Знаете Когда там Условно родители Не дают понимания И возможно Россия Это тот самый хулиган Который Был воспитан В среде Где криминал Является Классной темой Где пацанские Понятия До сих пор Актуальны Где бандитский Петербург И какая-нибудь Криминальная Россия Были супермодными А где народ Взращивается на Беременов 16 Мужское и женское На пусть говорят И прочем мусоре Где с экранов Телевизоров Официальные лица Бесконечно Утверждают Что нужно всех Убить Захватить И уничтожить Что кругом Враги Быть может Вся проблема Этого хулигана В том Что его родители В лице Путинской власти Доводят Этого хулигана До безумия И когда Хулиган Получит отпор Когда хулигана Поставят на место Когда хулигану Дадут понять Что не он Самый сильный Что всегда Есть кто-то Посильнее Что всегда Есть Обстоятельства Которые Могут Перевернуть Ход событий Полностью Когда все Это произойдет Быть может Мы сделаем Правильно И Вместо того Чтобы его Наказать Ну знаете Наказать Мы Его простим Но простим Не за те Зверства Не за те Вещи Которые Он творит Мы простим Его И тем самым Накажем Понимаете В моей Идеи Что я пытаюсь Объяснить Довольно сложно Я не подготовил Текст заранее К сожалению Надо было бы Сделать Но тогда бы Это Неизвестно Когда вышло И вышло бы совсем Но тем не менее Так вот В моей Идеи Есть мысль О том Что если мы Их простим Ну просто скажем Окей Все Хулиган Поставлен на место Он Как бы Он унижен Сам собой Он растерзан Сам собой Своим Гневом Мы попробуем Его вылечить Вылечить его душу Поддержим Там где надо И я уверен Что огромное количество Тех людей Внутри страны Вне страны Российской Федерации Которые Так же как и я Ратуют И болеют За русскую культуру За его развитие За мирных людей За добро Пусть это звучит Немножко пафосно И надменно За добро Быть может Люди Такие же как и я Вернутся в Россию Или не вернутся Или они будут Поддерживать ее Отсюда Как они это делают сейчас Позволят Наказать хулигана Именно своим Прощением Именно своей поддержкой Поверьте Нет ничего страшнее Для хулигана Чем осознать То что он был неправ И не только осознать Но и понять И принять И это будет Очень больно Очень тяжело И При этом Это будет правильно Я Знал В реальном Жизни Хулиганов Обычных ребят У которых Хулиганская судьба Была из-за Того В какой атмосфере Мы жили Из-за нищеты Из-за Бесконечной накачки Негативом В том числе Кстати За счет Поддержки Кремля Когда у нас Разжигались Вот всякие Разные Нехорошие События И продолжают Это делаться Кстати Узнавал Узнавал Эти хулиганов И когда Они Получали Отпор Но не понимали Почему Когда их Ставили на место Но они не знали За что Потому что Многие Думают Что так и должно Быть Для них же Право сильного Это действительно Право сильного И когда их Ставили на место Они не понимали За что И почему И когда После того Как их Попустили Им не Давали понять Как бы Что произошло Их не пытались Наставить на путь Истинный С ними не говорили Их не понимали Это все Выливалось только в то Что они становились Еще более озлобленными Более Агрессивными И более Злыми Ну Да Избитые фразочки Про добро и зло Но они Есть Они существуют Они здесь Темные И светлые И Самое ужасное Что в России Сейчас времена Когда у них Все перевернулось Вверх дном Когда их Великий Папа Ну У них он Правда не папа У них он патриарх Рассказывает про то Что убивать людей Это классно Представляете себе Христианин Рассказывает Что убивать людей Это классно Что умирать Это классно Ну О чем мы можем говорить О чем мы можем говорить Россия Сбилась с верного пути Под давлением Своих Условных Родителей И сейчас Когда мы Поставим их на место А мы поставим Мир поставит Россию на место Об этом уже и Китай Говорит И естественно Говорят все И события текущие Показывают это все Когда мы это сделаем Нужно будет объяснить Почему это произошло И как с этим бороться Знаете Как любому Человеку С ментальными проблемами Нужна помощь специалистов Так и России В будущем Будет нужна Поддержка Тех кто его окружает Нас Людей И Специалистов Да Которые Расскажут Почему это произошло И как Я надеюсь Это все произойдет Я надеюсь Мой маленький Антироссийский манифест Не показался вам Слишком нудным Слишком пафосным Слишком глупым А может и показался Поэтому вы всегда можете Присоединиться к дискуссии В комментариях И я С удовольствием Я послушаю Ну в смысле Прочитаю А мы можем Кстати обсудить Это в прямом эфире Если вдруг Кому-то настолько Сильно захочется Оспорить Или подтвердить Мою позицию Ну а тем Кто сомневается В том что я Достаточно объективен Такие-то наверняка будут Они наверняка есть Почему мы Здесь соседи Так плохо Относимся К текущей России Почему мы Так опасаемся Ее Стоит Немножко изучить Историю Историю Советского Союза Окупации Прибалтики Историю Пакта Молотова и Риббентропа Второй мировой Историю Первой мировой Историю Советского Союза В целом И не по советским учебникам По которым мы Учились В том числе В школе А по Той информации Которая Доступна сейчас Ведь и Пакт Молотова Риббентропа Отрицался И Ну я бы назвал Это геноцидом Геноцид в Польше Советским Союзом Еще до начала Второй мировой Собственно говоря С чего это все началось Тоже умалчивается Не вспоминается И про Финско-советскую войну Когда Советский Союз Решил что Он может забрать Себе часть Финляндии Изучите эти вопросы Это все отрицалось Это все пряталось Все эти данные Про ссылки Про Репрессии Они скрывались Сейчас открыты Просто их поизучайте Это документы Это реальные бумаги Это все то Что является фактами Просто их поизучайте И вы поймете Наши позиции Вы поймете Почему мы не хотим Быть частью Русского мира Несмотря на то Что мы здесь Русские Вы поймете Почему Там В Украине В Казахстане В Чечне В Афганистане И в многих других местах Не хотят быть Частью русского мира И почему Для них сейчас И для нас тоже Пусть и печальный Пусть и грустный Пусть и ужасный Но все же праздник Когда Украина И ее ВСУ Войска Отжали кусок земли Российской Федерации Показав Что хулиган Тоже может получить Сдачу Да Странно было Начинать про песню Мэрлен Мэнсона И заканчивать тем Чем мы заканчиваем Сегодня На этом у меня все Спасибо всем за внимание С вами был я Владимир Гроз И моя Маленькая Но достаточно яркая Эмоциональная Позиция по вопросу Антироссийского Манифеста Не очень-то он и анти Получился Пока-пока И скоро увидимся Субтитры создавал DimaTorzok